Приветствую вас, друзья! Меня зовут Баранов Тарас, и я пластический хирург. Сегодня мы поговорим о костях в средней трети лица. В костном строении средней трети лица важную роль играет верхнечелюстная кость, которая находится в медиальном отделе. В латеральном же отделе нас больше всего интересует скуловая дуга, состоящая из скулового отростка верхней челюсти, скуловой кости и скулового отростка височной кости. Из строения верхней челюсти следует отметить наличие в медиальной части отверстия, которое называется грушевидное отверстие. Это место, где находится нарушенный нос. С точки зрения безопасности, в латеральном грушевидном отверстии находится подглазничное отверстие, из которого выходит сосудистонервный пучок. Это, наверное, основная опасная зона средней трети лица. Подглазничное отверстие достаточно легко найти методом пальпации. Мы начинаем пальпировать с нижнего костного края орбиты, двигаясь вниз, и мы найдем это отверстие приблизительно на уровне зрачка, на расстоянии от 3 до 5-6 мм, в зависимости от возраста пациента. В области скуловой кости также есть отверстие, через которое выходит сосудистонервный пучок. Это скулорицевое отверстие. При желании его тоже можно пальпаторно найти, особенно у худых пациентов. Находится это образование на 1 см ниже и латеральнее, чем нижний латеральный край глазницы. Стоит отметить, что в плане возрастных изменений происходит резорбция скуловой дуги. При этом скуловой отросток верхней челюсти и скуловая кость становится меньше в объеме, и наклон их изменяется. Таким образом, скуловой угол становится из тупого более острым. Данное изменение приводит к последующим к провисанию связок и к опущению смаз, а также к коже. Остались вопросы? Больше знаний, больше навыков, больше возможностей Вы найдете в специальных программах обучения Academy of Advanced Aesthetics. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!